Приветствую вас, если говорить буквально о том, что вам делать, как быть, то я полагаю, что нужно работать со страхом одиночества, нужно работать с механизмом слияния, нужно работать с тем, чтобы отграничивать себя от другого человека и не стремиться к тому, чтобы в нём растворяться, чтобы максимально слиться с ним, я имею ввиду эмоционально и духовно, и тем самым потерять свою индивидуальность и потерять свою самобытность, и тем самым потерять свою ценность для человека, потому что человек с вами, а не с собой, а когда вы вот так вот себя ведёте, вы растворяетесь в нём и, соответственно, снижаете свою ценность, тем самым, как вы правильно заметили, отталкиваете от себя молодого человека. То есть, это работа с психологом, индивидуальная работа с вашим страхом одиночества, с вашим непринятием себя и, возможно, с самооценкой, с уверенностью в себе, ну, возможно. Вот. А в основе всего, скорее всего, лежит страх близости, потому что вы-то находитесь не в близости сейчас с ним, а вы-то находитесь в... в его рода состоянии контроля за ним. То есть, вы его, как бы, пытаетесь контролировать, вот. Вы, как бы, пытаетесь его к себе привязать, вот. Понимаете, какая история? Поэтому, собственно, собственно говоря, вот, как бы, об этом идёт речь. Поэтому вы боитесь близости, и, собственно, это стимулирует вас к тому, чтобы, вот, значит, быть с ним не в близости, а в иллюзии близости. Единственная, 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 единственная оставить за дна. А это неизбежные условия для... Это необходимые условия для того, чтобы отношения строились здорово и свободно. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому я полагаю, что вам нужно работать над уверенностью в себе, над нормальным построением отношений. И над проработкой личной границы. То есть, где я, где ты, где моя ответственность, где твоя ответственность. Все это можно сделать на индивидуальной работе. С психологом, которого вы можете выбрать на нашем сайте и начать с ним консультироваться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну и в заключение, мне бы хотелось, чтобы вы подумали о том, с какого момента вы стали чувствовать, что что-то не так. Что именно навело вас на эту мысль? Что, что простимулировало ваши мысли в этом направлении? Подумайте. Скорее всего, это был какой-то эпизод, который имел для вас больше, больше повышенного, может быть, значения. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...